Блондинки, брюнетки, шатенки, успешные руководители, волонтеры и государственные деятели. Более 400 представительниц со всего Дальнего Востока слетелись сегодня на окружной женский форум. Разговоры о важном для взрослых. Делегатов поприветствовал глава края Олег Кожемяка. Вы работаете в промышленно-сельском хозяйстве, в торговле, занимаетесь травохрадением, обречите людей, воспитывайте подрастающее поколение, занимайтесь социальными услугами. Многие развивают собственное дело, создают новые рабочие места. Мы вот несколько цифров статистики, только руководители различного уровня у нас в регионе практически 50% женщин. Сегодня женщины вносят огромный вклад в достижение национальных целей и воспитание подрастающего поколения. Прекрасная половина России сегодня – это еще и надежный тыл. О трех главных женщинах своей жизни рассказал гость форума, герой России Владислав Головин. Участник специальной военной операции, проявивший храбрость на поле боя, не смог сдержать слез, когда речь пошла о бабушке, маме и жене. Находясь на фронте, имея возможность созвониться уже довольно через долгий срок, АПЛОДИСМЕНТЫ Смотрите, сегодня герой России нашей, совершенно просто невероятный Влад как растрогался на сцене. И это о многом говорит. Это значит, что этот разговор был очень нужен. Нужен для тех, кто был в зале, и нужен был ему. Для того, чтобы почувствовать это единение – фронт и тыл. Это очень важно. И, безусловно, это важно в преддверии 17-го числа, потому что совсем скоро всем нам нужно сделать выбор. А это очень важно для каждого из нас. Мы просто очень долго в себе все держим, и у мужчин не принято выражать эмоции. Не знаю, к сожалению или к счастью, но сегодня не получилось у меня сдержаться, и эмоции вышли наружу. Но вы ощущаете? Но я не плакал. И это в глаз попало. Поддержка семьи – еще одна из главных тем форума. Сегодня на Дальнем Востоке реализуются такие проекты, как Дальневосточный гектар, где многие семьи реализуют семейный бизнес. Проект «Тысяча дворов», Дальневосточная ипотека – миллион рублей на погашение ипотеки за третьего ребенка. Владимир Путин в своем недавнем послании также акцентировал внимание на поддержке материнства и детства. Сегодняшний форум станет продолжением тех посылов, тех приоритетов, которые президент обозначил в недавнем послании Федеральному собранию. И, безусловно, это, прежде всего, поддержка института семьи, материнства, детства, воспитание патриотизма. Но, безусловно, еще раз подчеркну, что женщины очень важную роль играют, безусловно, в сохранении традиций и духовно-нравственных ценностей. Меры поддержки уже дают свои плоды. Количество многодетных семей в Приморском крае за пять лет увеличилось с 15 до 23 тысяч.